вот такое саше у нас служила верой и правдой несколько лет служила верой и правдой несколько лет пришло время кошки его подрали в том что это солома шибуршит хорошо сошью новое в предыдущем видео я заготовила вот такие красивые полосочки и сейчас я их сошью вот эта полоска здесь я сделала 6 сантиметров это будет вверх саше вот это вот будет уже основной деталь изготавливал кармашки для этого вырезала полосочку подкладки она мне немножко различается с нас с основным тоном ну вроде как здесь присутствуют голубые элементы поэтому я думаю что если даже она будет видна будет не критично заутюжила подкладку и просто отстрачиваю выпускаю перикант на 0 1 я так думаю что кармашки будут здесь и вот здесь здесь с края я оставлю некое расстояние потому что мне надо будет угол скруглить я думаю что вы так нормально я планирую по три кармана в каждом ряду для этого нашу полоску разделила на три части прибавила припуск на складки так вот будут складки по краям ну собственно вот так будет кармашек и основной деталь тоже разделила на три части плюс по сантиметру выделила по бокам на шов на обтачку сейчас я проложу здесь строчки вот как раз совместила линию на основной ткани и на кармашках здесь проложу строчки вот так вот они будут проходить и вот вот этот такой выпирающий карман когда я потом заложу складочки здесь 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 тоже прострочу вот так вот делаю тут я заготавливаю бейку и почему-то вдруг решил вам не показывать решил исправить ситуацию вот такое вот приспособление для из для изготовления бейки ну собственно говоря вот в это отверстие просовывается полосочка ткани и потом она выходит уже загнутая нам остается только приутюжить сейчас я посмотрю видно или нет так вот я веду и вот и приутюжим и все готова пеечка вот такая вот разная ширина бейка здесь 12 18 25 они продаются и по отдельности рекомендую рекомендую если нужно могу артику показать подсказать на обрез притачив вот эту бейку я закрепила низы карманов ну собственно говоря вообще даже не видно ее этой бейки если вот так удержать вот она эта бейка проходит раз и вот вторая ее практически не видно конечно выигрышная вот эта ткань пестрая в плане таких вот деталей сейчас я лишнее отрежу и можно будет приступать к верху вверху я планирую такую штучку сделать сейчас я покажу так она вот она эта полоска я планирую сделать вот такую двойную так пришить ее для того чтобы здесь можно было бы продеть деревяшечку и на нее вешать чтобы это все не играло верхнюю планку я заутюжила обработала края и заутюжила напополам сейчас поэтому вверху я ее пришью захватив заодно вешалочки серединочку совместила и вешалки я пришиваю в тех местах где у меня висят крючки вот в этой планке будет продета деревяшка и эту планку я сейчас еще пришью вручную к основной детали внизу края я сделаю закругленными чтобы они не торчали так будет лучше покажу вам как я обыграла то что у меня подкладка уехала вот просто приточила такой кусочек вот здесь будет бейка прямо в бейку войдет и не будет видно это как вариант обыграть всякие там недочеты так чуть-чуть так припуск на шов один сантиметр так будет красиво смотреться вот эти швы стачивания бейки я раскладываю я уже миллионы раз рассказывала как обработать угол бейкой сейчас быстро быстро просто покажу чтобы не надоедать уже этими углами вот у меня припуск на шов сантиметр я дошла до вот этого края притачивая бейку собственно говоря и остановилась сантиметре вот это припуск на шове дальше завершила строчку далее мне нужно расположить бейку таким образом чтобы у меня край бейки и край моей детали совпадал вот прямая линия вот так я держу вот треугольничек вот так я держу вот у меня немножко здесь неудобно но я вам покажу так вот держу вот у меня одна линия далее я закладываю ее совмещаю эти срезы и вот этот сгиб бейки с этим срезом детали и собственно все продолжаю шить а продолжаю шить уже от края теперь моя хорошая я вот так вот припуск заворачиваю и закалываю этот припуск я буду пришивать вручную да да вручную я люблю заморачиваться моя подруга ольга козулина проходит быстренько на машинке у нее получается аккуратно я люблю заморачиваться хочу вам показать как я подшиваю вручную ну или может кто не знает смотрите вот этот припуск я загнула заколола да ну мне почисту эти булавки мешают я только так зафиксировала закрываю строчку притачивания обязательно накрываю ее прям практически вровень можно сказать посмотрите я даже шью розовой ниткой вот смотрите где выходит у меня иголочка да это миллиметрик прям я за вот миллиметрик от края от сгиба вот этой вот бейки и я ее как бы вот вот она вылезла миллиметр от края и я ее обхожу и прокалываю основной деталь у меня получается прямо строчки притачивания и миллиметра 4 отступая от этого отверстия опять вытаскиваю немножко натягиваю не сильненько чтобы не сборила опять вот она у меня вышла игла от края на миллиметр я ее не захватывая иглу протыкаю иглой протыкаю ткань основной детали прям но практически на шее видите вот он шов у меня притачивание этой бейки и опять захватываю миллиметра 4 отступаю опять захватываю вот так вот прям несколько волокон этой бейки и вот так вот смотрите видно что это розовое нет она даже не вот дошла до уголка здесь у меня идет вот как шло здесь припуск я также загибаю вот у меня загнут припуск как он должен будет потом быть в пришитом виде далее вот эту линию вот этот сгиб я прямо продолжаю вот видно ли вот у меня продолжение идет вот как было продолжение здесь у меня сгиб вернее припуск который пойдет внутрь и вот продолжение теперь я беру и вот так вот формирую вот этот угол раз накрываю свою строчку притачивание бейки и все вот он угол я сейчас его начну прошивать и вот так буду прошивать его сейчас обязательно буду накрывать вот эту строчку притачивание бейки основной детали и уголочек тоже немножко пройдусь то есть я вот эту складочку зафиксирую кулиска для нее вот она такая вот здесь я ее буду фиксировать тоже пришивать вручную основной детали края здесь обработаны все сделано и здесь присутствует у меня вешалки которые я зафиксирую вот сейчас эту бейку пришьем потом я вешалки вот таким образом зафиксирую кулиску я пришила и зафиксировала вешалочки ой не видно не зафиксировала вешалочки хочу показать как я убираю вообще нитки какие-либо от каких-либо действий ставлю вот у меня закрепочка в данном случае поставлю еще одну чтобы не распуталась и потом иголку продеваю в любом направлении туда хоть сюда хоть туда чуть натягиваю обрезаю под корешочек и все когда вы расправите детальку то этот хвостик идет внутрь ничего здесь так кармашки кармашки внутри ведь я взяла другую ткань но синим вроде неплохо смотрятся если допустим там заглянуть внутрь вот не критично вообще тоже нормально потому что голубой цвет здесь присутствует эти все еще с немножечко все-таки от утюжу бейку чтобы мне свои кошечки позаимствовала вот эту палочку чтобы показать вам естественно я пока своим девчачьим хламом забивать это пока не буду потому что но палки у нас нет вот пока взяли у кошки я взяла у кошки она конечно против собирается отобрать девочки очень получилось красиво очень получилось красиво вот всякие ну подожди это я хоть прямо покажу на и 7 да я прямо покажу а то ты уже искривила все вот все свои вот эти вот девчачьи штучки всякие всякие я здесь размещу и будет очень классно здесь у меня уже ты тут вот вот сюда можно такие кармашки но это называется органайзер вот раньше назывался саше вот такой органайзер можно шить и на кухню и на дачу и детскую комнату можно шить какие-то вещички положить и взрослым можно внутрь шкафа шить чтобы сюда положить носки трусы какую-то я не знаю какую-то мелочевку в общем можно делать где угодно приспособить ее где угодно и как угодно и подождите а на сей момент все если вам понравилось мое изделие мое видео оцените каким-либо образом комментарием или лайком или дизлайком кому как все всех люблю целую обнимаю пока пока а 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 и и а